Муфта переключения передач В муфте есть вилка, которая двигает муфту и включает нужную передачу Муфта крутится, а вы вилкой включаете ее Происходит то, что когда вы держите руку на ней, продолжая немножко давить То вы давите на вилку дальше, когда уже передача включена Вы по-прежнему вилкой давите дальше, а эта так крутится В итоге происходит трение И вилка вот в этих местах, да, вот видите, она изнашивается Появляется неприятный звук, появляется люфт Вот, это все, как я понимаю, вам не надо, так ведь, чтобы ваша коробка долго жила Поэтому просто-напросто не надо держать руку на рычаге переключения передач Просто рычаг переключения нужен для переключения А не для того, чтобы вы на нем держали руку, как на подлокотнике Делается так, переключили, дальше руки держите на руле Либо на подлокотнике, но не на рычаге И вообще полезно уже научиться переключать так, как это делают профессиональные водители То есть вы держите обе руки на руле, активно рулите Потом, когда надо переключить, переключили дальше на руле Переключили дальше на руле Вот И так вы будете выглядеть крутым водилой, в конце концов Вот, это первое, что нельзя делать с механической коробкой передач Но это не все, поехали дальше Второе, что нельзя делать с механикой Это то, что не надо держать сцепление, когда стоите на красном свете Либо в пробке Многие любят, когда стоят в пробке Нажал сцепление, машина остановилась Он отпустил сцепление, машина чуть поехала Потом опять нажал сцепление, опять чуть отпустила Опять Происходит это то, что Дело в том, что когда вы нажимаете сцепление Выжимаете корзину И корзина давит на выжимной подшипник В итоге, когда вы постоянно держите ногу нажатой Выжимной подшипник постоянно крутится под нагрузкой И так он может быстро износиться И начнет он выть Также идет нагрузка на полукольца Которые удерживают коленвал от осевого люфта Эти полукольца также испытывают нагрузку Они изнашиваются У коленвала появляется осевой люфт И в дальнейшем это может привести к ремонту И может быть даже капитальному ремонту двигателя Поэтому используйте сцепление Именно для того, чтобы переключить передачу А не для того, чтобы Понемножечку двигаться в пробках И не ленитесь, отпустите его Снимите передачу Подождите пока загорится зеленый И потом уже нажмите, включите и поедете Так как положено Не надо лениться и тогда все будет окей Ваш выжимной будет жить долго и счастливо Это второе То, что нельзя делать с механикой Но опять же это не все И поехали дальше Итак, последнее то, что нельзя делать на механической коробке Это не надо играть сцеплением на склоне, чтобы удерживать машину Я понимаю сложные ситуации, когда у вас склон Вы стоите в пробке на склоне И не можете ни назад откатиться, ни вперед проехать И многие люди для этого используют сцепление Они вот играются, им играются и удерживают машину на склоне Но проблема в том, что при этом происходит следующее Прикол в том, что когда вы играете своим сцеплением То ваш дик сцеплением, он прокручивается И в итоге очень быстро изнашивается Появляется нагрев, трение Вот эти накладки могут трескаться, сыпаться И очень быстро он приходит в негодность Поэтому, если уже хотите вы нормально на склоне тронуться То надо делать следующее Сейчас я вам покажу Итак, вы заводите машину Вот Для того, чтобы тронуться со склона Если у вас нет системы помощи в трогании на склоне Есть такая система Она удерживает машину, например, на Вести Вот она есть Машина удерживается на склоне Сама в течение двух секунд И дает вам время, чтобы вы тронулись Либо на автоматической коробке Она вообще вниз не скатывается Но на механике такого нету обычной Поэтому делайте ручник Машина стоит После этого ставите скорость Немного поднимаете обороты Где-то до двух тысяч Плавно отпускаете сцепление И вы почувствуете сами, как машина Как бы в натяг немного натянулась После этого отпускаете плавно ручник И трогаетесь Вот Это нехитрая схема Позволит вам плавно тронуться со склона И при этом вы будете точно знать Что никуда вы назад не укатитесь Вот Ну вот, пожалуй, и все Субтитры сделал DimaTorzok